Привет всем, меня зовут Олег Латоненко, и сегодня я хочу прочитать для вас кое-что. Почему я буду читать? Потому что я написал это очень давно, и у меня сейчас появилась камера, и я подумал, это очень хорошая возможность для того, чтобы записать для вас это, потому что кого-то это, возможно, вдохновит, кого-то побудит на какие-то размышления, возможно. Но, по крайней мере, это то, на что я надеюсь. Что получится, я не знаю, давайте я прочитаю, а вам уже судить. Я думаю, половина сейчас отключится, а половина, которая действительно захочет узнать меня получше, та досмотрит до конца. Просто оставьте фоном видео и слушайте. Может быть, кому-нибудь понравится. Давайте начнём. Каждый год на свой день рождения я в депрессии, но и думаю о том, насколько я иничтожен для своих лет. Сам себе привожу в пример многих успешных подростков, которые в этом возрасте достигли таких высот, какие мне и не снились, обладали такими способностями, которые мне придётся осваивать ещё очень долго. Но не так давно одна девушка дала мне очень хорошую мысль для обдумывания. Как бы ты, 14-летний, посмотрел на себя 18-летнего? Восхищался бы ты собой. Я думаю, сейчас, именно для меня, такой вопрос и будет показателем. Лишний вес. Я всю свою школьную жизнь очень комплексовал из-за своего телосложения. В классе так шестом меня называли беременным после одного неудачного фото. Да и в целом, когда я был маленьким, люди частенько заикались по поводу моего лишнего веса. Было даже какое-то время, когда я за животом ног не видел. И сейчас, когда моя подруга в шутку называет меня анорексиком, потому что действительно сильно похудел. Я думаю, маленькому шестикласснику Олегу Антоненко, который до сих пор где-то далеко в моём сознании, безумно приятно. Творчество. Знаете, когда мне было где-то 13 лет, я смотрел с другими подростками, которые были популярны в интернете, или просто постоянно крутились по телевизору. 13-летний мальчик думал, когда-нибудь наступит его время. Думал, что рано или поздно добьются признания, и людям будет интересное его творчество. Но знаете, время шло, а что-то не происходило. Я часто останавливался, сдавался, потом опять продолжал, отказывался от своей мечты, бросал музыку, писать песни, потом опять пытался что-то делать. И поэтому я могу сказать себе, что рад, на какой ступени нахожусь сейчас. Я не опустил руки, я не стою на месте. Я пытаюсь что-то делать. Что я вообще хотел донести до вас этим видео? Для начала я бы хотел обратиться к будущему себе. Надеюсь, что ты мне не расчаруешь. И в целом я хочу обратиться ко всем вам. Как вы поняли, ставьте перед собой какие-то задачи, чтобы с каждым годом становиться лучше. Я хочу пожелать вам, не стремитесь быстро взрослеть. Жизнь настолько быстрая, что вы и сами не успеете оглянуться, как будете сидеть на лекциях в институте, бац, и уже чуть ли не каждый день ходите на работу. О! Уже и ребенок появился. Старайтесь на полной жизни ценными моментами. Не сидите дома, не проводите все свое свободное время в интернете. Дружите, влюбляйтесь, ругайтесь. К моему сожалению, я частенько вел образ хики. То есть сидел дома, старался ни с кем особо не общаться. Все время тратил материалы. Я не думаю, что в старости мы с вами вспомним какой-нибудь мемчик, который видели в каком-нибудь паблике. Скорее вспомним с вами атмосферный вечер, кругу друзей и семьи. Кстати, да, цените семью. Чем старше вы становитесь, тем больше отдалейтесь от семьи. Поэтому больше проводите с ней время. Я думаю, что ничего более ценного нет. Никогда не знаешь, когда будет слишком поздно. Вроде все, что хотел, сказал. Вот мне и 18 лет. Спасибо всем за просмотр. Напишите в комментариях, каким вы видите себя через 4 года. То есть, что именно в вас изменится, или наоборот, может хотите, чтобы какие-то черты у вас остались. Я бы хотел, чтобы через 4 года я не стал черствым. Был искренним и оставался таким же наивным. Как бы это странно не было. Ладно. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всем большое-большое-большое спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной в этом году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok